Привет! Сегодня мы узнаем, что из муравей окажется в банке со ста клопами-солдатиками. Поехали! С улицы мы взяли вот столько клопов-солдатиков. Здесь их примерно 100 штук. А вот наш подопытный муравей. Он-то и будет участвовать в нашем эксперименте. Я специально взял именно этот вид муравьев, так как они очень активны и частенько нападают на клопов-солдатиков. Это в форме коруфа, то есть лесной рыжий муравей. И эти муравьи кусаются намного сильнее, чем лазиус-ниггер. Чаще всего муравьи не обращают внимание на клопов-солдатиков, но если они им помешают, то могут и съесть. И вот муравьи же внутри. Сначала он испугался и убежал. А потом он спустился, чтобы найти выход. И опять убежал наверх. Чего-то муравей боится. Ну точнее да, он боится клопов, но почему? Ведь на улице они совсем их не боятся и даже едят. Муравей постоянно спускался и опять бежал наверх. И тут я понял. На улице муравьи часто нападают на клопов-солдатиков. И вот именно муравьи. Не один муравей, а несколько муравьев. Один муравей на самом деле боится клопов-солдатиков. А их здесь ровно сто. И поэтому, когда муравьи нападают на добычу, они делают это вместе, а не поодиночке. А так в основном муравей сидел на крышке и боялся спускаться. А сейчас клопы-солдатики кушают. Клопы-солдатики впитывают сок в пищу с помощью хоботка. У них нет зубов, поэтому кусаться они не могут. Зато с помощью прицепок на ножках они могут лазить по любой поверхности. Ну и по традиции мы обязательно выпустим наших клопов-солдатиков. Открываем крышку. Теперь наши клопы-солдатики могут ползти к себе домой. После проделанных экспериментов природу надо обязательно отпускать. Наши клопы хорошо потрудились и теперь свободны. Субтитры сделал DimaTorzok Ну а ты ставь лайк и подписывайся на канал. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok